Приглашаем принять участие в первой и единственной лиге по профи-режиму от FIFA на Xbox One. Russian League Xbox One это более 15 реально существующих клубов на Xbox One с историей. Более 250 живых игроков в мире про. Возможность представить Россию на мировой арене, отбор сборной страны на Xbox One. Возможность принять участие со своей командой в Еврокубках на консолях Xbox One. Много интересной статистики, викторийные конкурсы, денежные призы и подарки, а также многое другое. Не теряя времени, вступай в комьюнити и время участия в настоящем командном киберсоревновании по FIFA на консолях Xbox One. Ссылка под видео. Привет, не профессионалы и дилетанты. Меня зовут Александр Бугнов. Мы продолжаем тренировать московское Динамо и у нас это получается хорошо. Почему? Потому что мы на первом месте идем. И ЦСКА допустил осечку в игре со Спартаку, в результате чего мы сумели оторваться от них уже на 4 очка. За 2 поля до финиша это неплохой гандикап. И мы уже, знаешь, в более, скажем так, выигрышной позиции. От нас теперь все зависит. От ЦСКА мало что зависит. Но мы должны просто выиграть матч с Локомотивом и гарантировать все чемпионства. По идее, так это должно быть. Тем более, что, видишь, мы последний раз в фото проиграли в Лиге Европы, да? Вот. Значит, у нас потом еще финал Кубка России с Териком. И вот, собственно, последний матч. Но если мы обыграем Локомотив, то уже последний матч ничего не будет решать. То есть это будет так. Так что в наших силах сейчас выиграть чемпионат в одной стритче, да? С крыльями советов. Мирная игра получилась. Но там Жирков на 88 минуте забил и принес нам победу, да? Вот он все-таки опытный. Опыт делает свое дело. Жиркову 33 года. Но для 33-летнего футболиста у него весьма еще неплохие физические показатели. Хотя, конечно, конечно, с учетом того, что у него в следующем году консвальт не стекает. Я бы, в принципе, не исключал возможность продажи Иврия Жиркова. Но исключительно из-за того, что это фланговая игра. То есть у него нету хороших навыков игры с центра, да? А с его физикой, конечно, которая будет ухудшаться, ему на фланге уже делать будет нечего со следующего сезона. Там у нас будет Абиуллин, там у нас будет Бютнард, которого мы все-таки не продаем. Но пока предложение по ним не поступает, да? Ну и мы планируем усилиться. Мы планируем усилиться. Будем искать замену на фланг Юрия Жиркова. Да, ну и плюс, там молодой Побеков из Урала. Вот он, скорее всего, в следующем сезоне займет позицию атакующего полу защитника с левого фланга. Вот. Мужетков молодец. Молодец. Ничего я скажу. Что касается ЦСКА. ЦСКА. В общем-то, то, что ЦСКА должно было случиться, то и случилось, да? Победив Дотмунд, они наступили на грабли. Наступили на грабли еврокубковые, да? И, в общем, сейчас им предстоит играть спорту. И им сейчас надо в этой игре уже идти в обанк, потому что спотаку они проиграли 0-2. Ленчев себя обезопасил в плане своей возможной отставки, да? Вот. Обыграв принципиального соперника, и там немножко спотак свои дела поправил. Но ЦСКА теперь на краю пропасти, понимаешь? Вот сейчас они, если они не выходят в финал Лиги Европы, да? То есть им надо порту прикладывать, да? В гостях причем. 0-0 их не устроит. Им надо 2-2 хотя бы сыграть. Ну, либо победить. Но победить порту, ну, это значит, это будет сложно. Это будет сложно. Мы с порту играли, мы им проиграли. Конечно, у ЦСКА состав посильнее, чем у нас. Это раз. И второе. Мы-то играли с порту сразу после зимнего перерыва. На это тоже скидку надо делать. И там, знаешь, ко мне уже, ко мне уже там подходят, говорят, чего, говорит Слуцкий, не тренер, а с порту играет 1-1. Я говорю, ну, знаешь, если ты в футболе не разбирайся, для тебя это все равно, понимаешь? Одно дело, когда порту на ходу в чемпионате, да? А у нас зимний перерыв, понимаешь? И мы выходим, мы только на товарниках нереально, понимаешь, подготовить команду. А тут ЦСКА, понимаешь, они же сейчас в туносе находятся. Правильно? И там все-таки на столе, на Еврокубке у людей другой. Они там все эти иностранцы из кожи вон лезут, чтобы себя показать. Поэтому тут не надо удивляться. Но с другой стороны, ну что ЦСКА, да? А зато они в чемпионской гонке проигрывают. Причем с Патаку, который сейчас не в порядке, они 0-2 влетают вообще без шансов. Что тут говорить? Два турнира таких, как знаешь, Евро-турнир и Премьер-лига с таким составом, как у ЦСКА, с такой короткой скамейкой, не выиграют. Почему? Давай посмотрим. Давай посмотрим, да? ЦСКА. Так, подожди, где состав? Открой мне состав. Ну, смотри, игры. Смотри, сколько человек. Давай считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать человек играет. Представляешь, у ЦСКА. Я не беру вот этих там, которые по полтора матча там выходят. Что это? Это тринадцать человек играет. Для сравнения. Для сравнения. Давай у нас посчитаем. Давай у нас посчитаем. Игры, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать человек. 20 человек Ну подожди 20 Минус раз Два, три, четыре Сколько будет 16 человек у нас играет Плюс у нас больше Времени на замену Хоть плюс на Биулина я не считаю Который недавно пришел в команду Но он тоже играл Поэтому и 8 плюс сюда Так что у нас Турнир Хоть мы и в Кубке России тоже играем На Кубке России там одна кубковая стадия А тут у него же еще Лига чемпионов У него же еще Лига Европы Куда тебе Куда тебе состав такой Леня Ты мне объясни Я себе ставлю задачу Играть без легионеров Не покупать легионеров Те которые есть Губачан и Бютер Ладно уж они есть Пусть будут Пока достойной замены им нет Ну вот Ну Леня там может себе купить Нормальных игроков Понимаешь людей Футболистов он может себе купить Не россиян А футболистов он себе может купить На замену да хотя бы И хотя бы для Евро турнира И он их не покупает И что Это же Слуцкого проблема Точнее не Слуцкого Это проблема ЦСКА То что они не могут усилиться Да Вот И сказать что там Слуцкий Молодец Тренер И все такое Я это не скажу Потому что Слуцкий он сам Вся такую ситуацию Ну все видишь Сказка закончилась 3-1 До свидания Гуляй Знаешь гуляй Так что Они там 1-1 сыграли В основное время Дополнительно проиграли Но видишь ЦСКА То есть они ничего не сделали Понимаешь И в финал Лиги Европы не вышли Да Там Рома и Поту Вон вышли И в итоге В чемпионате Все Я извиняюсь за морожение Прокакали Прокакали И ты Посмотри на статистику Матча Полцу 25 ударов 9 створ Они там И могли напихать Столько Сколько Знаешь Игорь Не вытащил И посмотри Что с ними Они уже там У Еребенко 40 Закончил матч Состояние 40 Ёлки-палки Он их загонял Ты представляешь И что он хочет В чемпионате России Выиграть Ну что он выиграет Ёлки-палки Только на везении Понимаешь Только там как-то Чтобы заковырять То все Причем Это Знаешь Так На 91 Минуте Но это Это получается Уже в дополнительное время Они тут же забили И еще И еще в пенальте Добили их На 120 Об этом я и говорил То что ЦСКА Так Статистика Смотри Ну видишь Их тут просто Уничтожили По явным Голевым моментам 5-1 Там они вообще Чудом Чудом Дожили до такого Но правда Выполнили хороший объем По технико-тактическим действиям И процент брака Тоже Ну на 4-ку Поэтому они и держались Да Поэтому они и держались Все-таки Я даю должное ЦСКА Состав у них Сильный Вот Но Он их загонял Без замены Они играют Так футбол Знаешь Ну это советское время Когда знаешь Одна игра в неделю была Там можно было Одним составом играть Но сейчас Когда ты В неделю По 3 матча проводишь Тебе нужна замена А Слуцкий У него по 40 матчей Вон люди играют Без замен Че это значит Это значит Что он Не может игру поставить Что только от людей зависит Видишь Муса играет 25 голов завет Все Больше некому забивать Понимаешь Все Людей нету А почему нету Потому что У него Даже ротации Нету Даже ротации Ну Че ты Тот же самый Да Базилюк Смеешься Че он у тебя не играет 24 года Он у тебя не играет На поле не выходит Это же смешно Если он молодой Ну Отпусти его Пусть играет Где нибудь Если у тебя Он не входит В состав Хотя опять же Да У ЦСКА Ну кто Форвард Покажите мне Форварда ЦСКА У них Какие то Корольковы Тут Базилюки Числятся Арауджа Вот есть Да Арауджа 9 патчей Сыграл 3 мяча Ну че Это Это не серьезно Можно было столько людей Купить Блин Тем более Иностранцев Можешь покупать Нету Че попало Делаем Ужас Ужас Нету Нечего сказать Тут Слуцкий Конечно Слуцкий Конечно Знаешь Опозорился В очередной раз Так У нас Собрание команды Денисов Че скажешь Как настроение Игроки в порядке Хорошо Давай Так Я скажу Мы находимся Всего В одной победе От титула Я хочу Чтоб В следующем матче Сняли Все вопросы По поводу Чемпионства Все довольны Гура Бадзуев Из-за выгляда Говорит Гурам Иди Жарить Шашлыки Че Ты тут Играть Все равно Не будешь Хоть Ребятам Подготовь Поляну Накрой Я не знаю Чтоб от тебя Хоть что-то было Он же Воглядов Тебе поможет Шампуры Помоет Понимаешь Потому что Нормальные Игроки Вот Все Я очень доволен Теми Кто согласен С собой Потому что Че там Этот Гурам Гурам Там Начал Ля-ля Ля-ля-ля Вон Хлак Италия Безди Ну что Динамо Считается Фаворитом В этом матче Но Ты знаешь Как Я За Кубачан Не купал Заявку Это связано С его недавней Травмой Я скажу Сейчас мы не чувствуем В этом необходимости Бютнер Получил отдых Предыдущий матч Закончил сюжетом 2-3 Я скажу Обращайтесь Косминогу Понимаешь Такой важный матч Мне такие глупые Вопросы задают У них Сильно подожжена Николас Горобцов И Дмитрий Тарасов Вот Мануэль Фернандес Ниасе То есть Тут Локомотив Ты знаешь Группа атаки Да Одни легионеры Вот О чем я Карим Все время Я говорю Ну че вы Че нас футбол Не развивается Да Динамо Играет россиянами А эти Понимаешь Понабрали Че вы Кого понабрали Где россияне У вас Миранчук И тот сидит Группа атаки Правильно И в защите Там Наши Подкатывают Им мячик И все И вот это Локомотив Называется Команда Называется Смешно Я смеялся Так Это важный матч Я ребятам Страстно скажу В случае победы Титул наш Так что идите И выиграйте И не надо Тут Ничего Вот это Ой Мы там Не сможем Не надо Давить на нас Че Кто на вас Давит Вышли И выиграли Это не давление Это нормальная практика Мясе Окружить надо Соснин Хорошо Подхватил Ну вот За Соснина Я единственное Что волнуюсь Потому что Я ему Доверил выход В составе Хотя долго Достаточно Матчей Он не играл Ну из-за того Из-за того Что Плохо Показывал Ну сегодня Возможно Антон Осмыслил Да Свои ошибки Свою игру Вот Ну и за Данилкином Мне уже не так Требожно Как раньше Это было Потому что Раньше Данилкин Молодой Неопытный Но в этом сезоне Он уже практику Получает На регулярной Особии В премьер-лиге И потому Неплохо Все зарекомендовал Денисов Забнин Кротов Здорово покатил Ионов Классно Ну вот это Классно Сыграно Чуть-чуть На опережение Всего лишь Шестой мяч Ионова Но очень важный Гол И мне говорят Там Что такое Ну понимаешь Ионова то Продать то можно Да Ну кого ему На замену Там молодые Есть конечно Горгунов Есть и так далее Но все равно Ионов Он опытный И он не только Пить может Научить Но и бить Но и бить И сейчас И сейчас Бил он неплохо Мануэль Фернандес Удар Но Габулов Здорово что поймал Очень часто Ватаре здесь Оббивают Габунова тоже Гони Понимаешь Старый А что старый А что старый Молодые Молодежь у него За спиной Есть Тот же самый Лещу Ну И снова Старый Да старый А старый А ловит И позицию Как выбирает Что то Ну да Он возрастной Но Буфон Какой качественный Футбол Показывает В пенсионном возрасте Это Для Для Влатаря Еще раз Говорю Возраст Это не То же самое Что и возраст Для Правого Полузащитника Например Который на фланге Играет Должен бегать Для Влатаря Если он Выбирает Позицию Грамотно То он может И до 40 лет Вполне успешно Играть Но вот здесь Провал в обороне Провал в обороне Страшный Подожди Габулов Выручил Но тут Негабулову претензия Денисов И Дьяков Не разобрались Ну ты видишь Фернандес Подключается Че мы его все бросили Вот здесь Даже здесь видно Ну хорошо Дьяков Че ты Че ты Идешь к Ньяцу Ньяца Держит Данилкин Играй Иди Позицию Держи Денисов Козлов Вообще Непонятно Че С Майка Нам бегает Иди Козлов Должен Тогда Был Сейчас Фернандес По этой схеме Закрывать И Денисов А Денисов Майка Либо наоборот Денисов Ближе Должен Нагадать Фернандесу Че Денисов Здесь делает Передачу Не перехватывает Ничего Не может Сосни Вроде бы Старасов Отработал Ну вот это Вот как За спину Пропустили В итоге Дьяков Дьяков Все равно Добежал Ну удар Ну удар Подал Нанести Понимаете Здесь он понимал Что Либо он фалит Либо Че Ну Понадеялся Потому что Кабула Спасет Кабула Автоспас Но мне Совершенно Не нравится Мне совершенно Не нравится То Как сейчас Ребята Отработали В том Эпизоде Потому что Это кошмар Забни Давай в перевод Иона Но Иона Сегодня себя Неплохо Чувствует Правда Его сейчас Сбивают Побороться Побороться Дьяков Немножко Поборись Ну что ты будешь Делать Виталя Что ты будешь Делать Виталя Ну плохо Плохо Дьяков Конечно Пока Не внушает Его игра Мне сегодня Доверие И спокойствие Даже Данилкин Спокойнее играет Я скажу так Что Вам еще есть Куда расти И Недоволен Я игрой Пока Татарского Бейла Я скажу Что ты можешь Лучше Да Очень плохо Жирков Очень плохо Жирков Тоже Гораздо Лучше Должен Играть Может быть Даже Бютнера Придется Выпустить Да Более Дисциплинированно Играем Прессинг Пассинговать Тоже Значит Надо уметь Умею Пассинговать Вот Ну И в принципе В принципе В принципе Тут Ну возможно Через фланги Больше Нужно Сейчас Действовать Мы не совсем Контратакуем Потому что Уходить В игру На контратаках При счете Один бой Рискованно Второй Если забить То там уже Можно будет Что то делать А так Пока Пока у нас Проблема С этим Если посмотреть На статистику Да То есть Локомотив Бьет поворотом Чаще И локомотив Точнее Пасует Что меня Еще сильнее Расстраивает Жирков Ой Жирков Как плохо Ну Мне не нравится Каша игра Мне не нравится Мы так пропустим И Знаешь Как Совершенно Возможно Юра еще Вот сейчас На Юру Будем смотреть Он не дорабатывает Потом Видишь Как Сланга Жиркова Снова Угроза Идут Вот эти Вот Ну Что ты Будешь Делать Да Ниас Опасно Бьет Головой Что ж Головой Вы Че Там Укурились Что ли Головой Бьет Не Юрий Жирков В этом Матче Явно Не готов Явно Не готов Поэтому Бютнер Выходи Бютнер Выходи Наверное Его даже Ну Так Пусть Играет Все таки Юра Плоховато Выглядит И В прошлом Матче Здорово Сыграл Жирков Забил Но Сейчас Стоит Наверное Довериться Бютнер Тем более Что Бютнер Может Там И Набил Ультна Подстраховать Немножко Так Ну По всем остальным Пока нормально Давайте Посмотрим Бютнер Умеча Сосни Заблин Удар Хороший Гильерме Ловит Ну Тут Понимаешь Нет явных Голевых моментов Локомотив Поддавливает Мне это не нравится Конечно Мне не нравится То что мы не можем Перехватить Инициативу Мы не можем Мяч контролировать Мне вот это Не нравится Я конечно могу Сейчас им Сказать Контролируйте Мол мяч И так далее Ну Что происходит Отобрать не можете Что ли Дьяков Что как Челнок Бегаешь Занимай зону Играй по позиции В такой ситуации Когда видишь Локомотив Пытается тебя Броуновским Движением Своим сбить Бютнер Хорошо Саша Вперед Засадил Правильно Кротов На скорости Так Которую мяча Контролируем Мяча Но надо держать мяч Сейчас играть Немножко Смешанно Тогда без флангов Раз флангами Не получается И Сбалансированно Играем Дисциплинированно Сбалансированно И без всяких Ненужных Придумок Сейчас В принципе Пусть Локомотив Придумывает Мы уже все придумали Гол забили Понимаешь Вот сейчас Кротов Дубль Ну Да Все таки Забил Хорош Это конечно Гол Не Кротовский А Печиновический Вернее Дубль Первый гол Тайонов забил Там Кротов Голевую пятачу отдал Ну здесь Здесь Вот это Вот тоже Печинович Он во первых Это полностью Его вина В этом голе Потому что Потому что Давай Вот тут Вот Печинович Смотрите Что делает Вот здесь Вместо того Чтобы играть С Кротовым Он там Ручки тянуть Начал Как в первом классе Че ты ручки тянишь Кендехох Внимание Вот такого Низкого класса Легионера Их не должно быть Чемпионате России Че ты ручки тянишь И где играй В отборе А у него Ни скорости нет Ничего И Чернука Там тоже Виноват Потому что Он офсайт Не держит Печинович Смотрит на Инбаева И думает Что офсайт А Чернука Застрял Но виноват Печинович Потому что он Не играет И не смотрит На Черну В результате Здесь-то Гильер И причем Смотри Гильер Это отбил Конечно Если бы Печиновича Тут не было Мяч бы Кротову Отскочил Он бы тоже Подобил Но Печинович Настолько Деревянный Что он не смог Даже В обычных Таких ситуациях Защитник Готов К отскоку И сразу Выбивает За лицевую На угловой Но это так По законам игры Я сам Центального Защитника Играл Здесь Сразу Выноси На трибуну Понимаешь Подальше А он Выбежит Свои ворота Ну вот И тут Все ясно Уже В этом матче Конечно Сейчас Они попытаются Там Ну если мы Чудить не начнем Да Они попытаются Ну вот это Не надо делать Зачем Покороче Покороче Сосни Ну нормально Мяч у нас держится Это главное Тут Не нужно Ничего Придумывать Тут уже Все мы придумали Я говорю Набиолин Вед нам Хорошо Штрафную Вот это Мне нравится Понимаешь Вот мы Введем в счете Да Но мы Держим мяч Это самое главное Потому что Локомотив Уже все Мы его набили И Ну вот Второй гол Уже все Они там Ничего не могут И мы еще И атакуем До последней минуты И это Чемпионский футбол Динамо Динамо Чемпион Это Теперь уже Ясно И второй Год Подряд Мы становимся Чемпионами И причем Я тактику Поменял Да И уже Видишь Явный Галевый момент У нас Мы чемпионы Я вас поздравляю Да По технико-тактическим действиям По проценту брака Мы немножко уступили Но мы Более остро Действовали И Я скажу так Что Мы делали То что должны были Делать Профессиональная работа Так держать Профессионалы А что я могу сказать Профессионалы Вот Я свою команду К этому и готовил Осталось Терек Обыграть Но Терек Тоже Знаешь Нелегкий соперник Они Зенит Обошли И тут На третьем месте Представляешь Вот он и Терек Вот он и Терек И в результате Ну То мне Да Таблица В каком она Сейчас видит Да Это Тоже О многом Говорит То что Уровень команд Средний Да Он подровнялся И сейчас Зенит Четвертый Терек Третий Да Крылья Советов Шестые Уфа Седьмая Да Краснодар Только восьмой Спотак Вообще девятый Вот Что такое Уровень чемпионата Ну Молдовия Понятное дело Уже вылетела Да Кубань Там еще повоюет С Волгаревом Ростовом Ростов у нас Последний матч Но мы не стали До него доводить Уже И сейчас Все закончили Ну это Слудский Его неграмотная Стратегия Конечно Тоже Оказала Влияние Да И мы сезон Становит сезон подряд Динамо Становится чемпионом Только российскими игроками Можно выигрывать Можно выигрывать Но Но Знаешь Тут Тут Великий Все Все идет К тому Что мы Должны Как-то Усиливать Развивать Молодежь Молодежную базу Инфраструктуру Понимаешь Параллельно С этим И Ставаться Дальше Так Я скажу Что Я доволен Результатом По силам ли вам защитить Свои титулы Мы уже защитились Стив Ты откуда приехал А Последующий сезон Что ли Спрашивает Так я Так я Я говорю Не хочу Гать о следующем сезоне Я так-то Думал По силам ли Защитить Мы сплоченная Команда Проделали колоссальную Работу Так Я всегда Нацелен на победу Я рад Что мы выиграли Давайте подождем Все начинается С уходной Работы на тренировках Я восхищен Этим Болом Знаешь Многие говорят Что там Россия Надо в Европе Выиграть Победы в Европе Они понимаешь Они придут Но для этого Надо Укрепиться Именно Укрепить Свои позиции Дома У нас будет Молодежь Талантливая Будем стараться Ну и Как только Эта серия Соберет Пятьсот пальцев Вверх Вы увидите Финал Кубка России Истериком И что Приятно Мы в чемпионате России Не проиграли Ни раз После Перелыва Зимнего Мы в чемпионате России Ни одного Поражения Не потерпели Это приятно И это Команда Команда Играть Играть То есть Нет Анотации Состава Во вторых Россияне Недостаточно Квалифицированы Для игры В лиге чемпионов Мы теперь будем Продумывать Варианты Усиления Именно Российскими Футболистами В лиге Чемпионов Как у нас Это получится Мы скоро Узнаем Так что Я надеюсь Я очень надеюсь Друзья Что вы Поддержите Эту серию Пальцами вверх Подпишитесь Обязательно На канал Загляньте Под видео Ссылки на Твич И Много Чего еще Интересного Всем большое Спасибо За просмотр Всем удачи И всех Поздравляю С чемпионов Пока